В России сегодня каждый 25-й человек живет с ВИЧ-инфекцией. Как уберечь себя от страшного диагноза и что нужно делать тем, кто столкнулся с болезнью? Об этом мы поговорим сегодня в программе «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях врач-инфекционист Кабинета по профилактике СПИДа инфекционным заболеваниям Елена Анатольевна Микушева. Елена Анатольевна, здравствуйте, рада видеть в студии. Расскажите, пожалуйста, сколько ВИЧ-инфицированных людей в нашем регионе и есть ли больные на стадии СПИДа? Ну, у нас ВИЧ-инфекция с 2008 года регистрируется, темпы регистрации были разные. В какие-то годы у нас было мало больных, когда-то было больше, но сейчас такие средние у нас, среднее количество каждый год регистрируется. Регион в целом считается благоприятным по сравнению с другими регионами, но, конечно, у нас есть и свои ВИЧ-инфицированные. Давайте поясним нашим телезрителям, чем отличается ВИЧ от СПИДа? СПИД — это последняя стадия ВИЧ-инфекции, то есть это продолжение ВИЧ-инфекции. СПИД — это то состояние, которое уже грозит окончанием вот этого заболевания, то есть уже при котором человеку очень трудно справиться с данным заболеванием, и нам сложно ему помочь в этом состоянии. И бывает, что вот уже СПИД — это завершение заболевания ВИЧ-инфекцией. И у нас есть такие случаи, да? У нас были летальные исходы от ВИЧ-инфекции в стадии СПИДа. А каким способом чаще всего происходит заражение? Ну, в нашем регионе в основном заражение происходит половым путём. Мы знаем, что в Российской Федерации там где-то вот 50 на 50 процентов, да, где-то 50 процентов — это половой путь передачи, и 50 процентов там передача при употреблении инъекционных наркотиков, при там гомосексуальных контактах всё-таки на нашем регионе чаще происходит инфицирование сексуальным половым путём. Люди какого возраста вот чаще всего у нас в округе заражаются? Ну, у нас люди разных возрастов. У нас есть совсем молодые люди, до 20 лет. У нас есть люди уже и после 50 лет. Вот как-то такое вот идёт распределение по возрастам. А вот каков социальный портрет? У нас люди разных возрастов и разный там социальный портрет. У нас есть люди очень социально благополучные, от которых вот такая вот неприятность в жизни возникла. Есть люди. Немножечко с пониженным уровнем социальным таким. Ну, а так, такого какого-то одного, чтобы сказать, что вот именно такой человек чаще всего бывает ВИЧ-инфицирован, я не смогу, потому что разный народ у нас. Понятно, что это для любого человека большой стресс. А есть ли у нас в округе люди, которые готовы помочь? Да, психологическая составляющая. Ну, к сожалению, вот пока нашим пациентам помогаем только мы. Сами. Да. Мы, врачи, медсёстры нашего кабинета, потому что действительно у нас нет вот такой службы, которая бы поддерживала этих пациентов. Да, они нуждаются и в психологической помощи, они нуждаются и в социальной поддержке. Нет у нас пока таких программ, к сожалению. Это было бы и нам намного проще, да, если бы у нас были такие помощники. Конечно. Потому что, ну, ведь всё-таки, да, надо быть и профессиональным психологом. Да. А вы обращались вот к вышестоящим, так скажем, органам, чтобы ввели единицу, например? Ну, у нас, видите, в нашей тоже здравоохранении, там есть вот такое понятие, что там определённый специалист, необходимо определённое количество населения, да? Да, да, да. Вот наше количество населения, наше количество больных нас пока ещё не положен. Ни социальный работник, ни психолог. Ну, с этим диагнозом можно жить достаточно долго. Ну, конечно, надо, можно прожить нормальную жизнь и уже, ну, так до старости уже встретить там уже свой конец, когда подойдёт время по возрасту. А вот что вы говорите в таком случае, да, вот человек пришёл, вы ему говорите, вот у вас обнаружили ВИЧ-инфекцию, какие слова найти, да, вот? Мы стараемся каждому человеку найти слова вот именно для данного человека. У нас нет вот таких каких-то общих заготовок. Мы же видим, с кем мы общаемся. То есть человек может прожить полноценную жизнь даже рожать детей, и причём здоровых. Да. Расскажите вот об этом поподробнее. Ну, у нас есть разработана профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку. И если следовать всем вот этим нашим правилам, то инфицирование происходит не более чем в 2% случаев. То есть 98% это гарантирует рождение здорового ребёнка. Тут, конечно, многое зависит от самой мамы. Мы, конечно, сделаем всё, что от нас зависит, чтобы ребёнок был здоров. А были такие случаи, да, у нас в округе? Конечно, конечно. У нас каждый год рождаются дети. И пока, слава Богу, я, конечно, боюсь, но пока, да, пока все наши дети здоровы. Это радует. А вот за чей счёт происходит лечение вот ВИЧ-инфицированного человека? Насколько я знаю, дорогое лечение, да? Ну, лечение дорогостоящее, да. Ну, есть федеральная программа, выделяются деньги и по федеральному бюджету, и у нас из регионального бюджета тоже выделяются деньги. То есть на сегодняшний момент в округе есть все препараты, необходимые для полноценного лечения, да? А какое лечение назначается такому пациенту с ВИЧ-инфекцией? У нас есть препараты, которые действуют на сам вирус, не давая этому вирусу размножаться. Вот мы назначаем несколько препаратов и блокируем размножение вируса в организме, добиваясь того, что вируса в организме становится очень мало. Вот если у нас правильно подобрано лечение, если оно вот идёт человеку вот как положено, значит, получается, что в крови человека вирус даже не определяется. А раз нет вируса в крови, значит, начинает восстанавливаться иммунная система, улучшается работа всех органов, защита организма повышается за счёт собственных сил, и вот и человек начинает себя чувствовать как совершенно здоровый человек. Ну вы, наверное, даёте рекомендации, что нужно вести здоровый образ жизни, да? Ну вот это надо при любом заболевании. Это надо всегда. Ну, к сожалению, нам чуть полегче стало, да, мы все забываем об этом. Да. Потом, когда встречаетесь через какое-то время с пациентом, вы уже видите какое-то психологическое, да, наверное, улучшение. Ну да, конечно, конечно. Мы стремимся к этому, чтобы наши пациенты чувствовали себя совершенно здоровыми, адекватно, адаптированными людьми. То есть это неправильно думать, что вот с ПИДом и ВИЧ-инфекцией может заразиться только наркоман, алкоголик, да? Нет, ну вот видите, у нас сейчас весь так, к сожалению, складывается, что любой человек может оказаться среди наших пациентов, к сожалению, да. А вот вы когда общаетесь, узнаёте, вот как они, да, каким путём они заразились? Вот что говорят пациенты? Ну, мы как-то пытаемся, чтобы всё-таки наши пациенты нам доверяли. Как-то пытаемся. Мы им постараемся помочь. Мы стараемся им внушить мысль, что мы их друзья, что мы их помощники, вот. Ну и всё-таки мы стараемся, чтобы люди раскрывались, чтобы они нам рассказывали. То есть большинство из них — это вполне благополучные люди, да? Большинство, ну да, я не могу сказать, что большинство, но да. У нас есть очень хорошие, приятные люди, с которыми нам просто приятно общаться вот даже не как с пациентами, а как с людьми. У нас в меру вот того, что мы общаемся часто, у нас складываются определённые отношения. Мне кажется, надо и здоровым людям менять отношения, да, к таким? Вот у нас же всё так ещё в этом плане плохо, мне кажется, да? Ну, плохо, что плохо, конечно. Многие вот считают, что нужно половой грамотности уже сейчас вводить в школе. Как вы на это смотрите? Ну, если это поможет в решении этой проблемы, так я буду только за. Потому что, конечно, надо, чтобы у нас этот путь не реализовывался, да? Конечно. Вот как не хают, да, как не ругают Германию, что у них там уже чуть ли не с первого класса, да, вот эта вот половая грамотность включена в образовательный процесс. Но вот посмотрела статистику, они вот на последнем месте по числу заражённых, да, Львич, инфицированных людей. То есть практика может быть... Ну, конечно, всё надо делать правильно, надо всё делать грамотно, ну, чтобы всё было в своё время, вся информация доводилась. Не знаю, видите, я не педагог, я просто вижу уже результат того, что люди неграмотны, да? Да, надо этим вопросом серьёзно заниматься. То есть ВИЧ-инфекция, да, я вот хочу донести до наших телезрителей, это ещё не самая страшная болезнь, вот которая уносит людей. Есть же ещё онкологические заболевания, да? Да, у нас, мы знаем, что есть другие тяжёлые заболевания, которые дают более высокую летальность, да. Нет, если с нашим заболеванием наши пациенты себя правильно ведут, то они себя нормально чувствуют, и они вот могут жить долго и счастливо. Как вы их выявляете? Это то есть при случайном каком-то стечении обстоятельств, да, там, например? Ну, у нас по-разному идёт выявление, конечно. Конечно. Редко, редко, но мы выявляем всё-таки по клиническим показаниям. То есть есть какой-то вот определённый симптомокомплекс, да, на который мы обращаем внимание, и обследуем таких пациентов на ВИЧ-инфекцию. Не часто, но вот таким образом мы пациентов выявляем. А так бывает выявление совершенно случайно. Кто-то собирается стать... Мамой. Мамой, да. Кто-то, наоборот, не хочет быть мамой, да. У нас даже был случай, что женщина захотела стать донором, обследовалась, вот. Ну, иногда мы, конечно, выявляем уже, расследуя какие-то вот опиточки, да, мы выявляем больного с ВИЧ-инфекцией, начинаем там обследовать окружение, и вот таким образом тоже бывает, что выявляются наши пациенты. А симптомы вот какие у этой болезни? Симптомы вот такого какого-то определенного симптома, при этом заболевания нет. Ярко выраженного, да. Да, вот это там могут быть по-разному протекать. Ведь еще ведь надо знать, и как это заболевание протекает, что вот есть вот у нас острая фаза, да, заболевания. То есть вот когда, как у любого инфекционного заболевания, у ВИЧ-инфекции есть инкубационный период, то есть скрытый период, когда возбудитель уже находится в организме, но еще никак себя не проявляет. Вот он там уже вот попал в организм, уже попал в какую-то клетку, он там уже размножается, да, уже идет инфицирование соседних клеток, а клинически это никак не проявляется. Если мы даже возьмем кровь вот нашим методом, который мы здесь исследуем, да, у нас метод иммуноферментного анализа, то есть этот метод позволяет определять антитела какому-то возбудителю, ну, в данном случае ВИЧ, вирусу ВИЧ. Значит, если мы возьмем в этот период кровь, нам кровь может ничего не показать. Вирус уже есть, но его еще мало. Человек здоров, да. Человек совершенно здоров, но он уже может быть источником инфекции, потому что вируса мало, антитела у него еще мало наработалось, наш метод еще недостаточно чувствительный, чтобы эти вот антитела выявить. И этот период у нас называется инкубационный период. В среднем где-то вот 90-95% случаев инкубационный период где-то протекает до 3 месяцев. До 3 месяцев. Но он может протекать и до 6 месяцев, и до года. Редко бывает, что и более продолжительный период. А после инкубационного периода, как правило, начинается острая фаза. То есть появляется какая-то клиника. И у многих клиника-то она по-разному протекает. То есть у кого-то вдруг повышается температура, у кого-то появляется катаральный синдром. Что такое катаральный? Катаральный синдром, ну, это кашель, насморк. У кого-то появляется какая-то сыпь на теле, или какие-то высыпания на слизистой, предположим, ротовой полости. У кого-то может диаре появиться. У кого-то может быть головная боль. То есть клиника очень разнообразная. Очень разнообразная. И особенность вот этой острой фазы, что она заканчивается. У кого через неделю, ну, редко через месяц. Ну, там у кого-то, может быть, через 10 дней. Всё проходит. И человек себя чувствует совершенно здоровым. Вот прошла острая фаза. Мы бывает, что вот эту острую фазу уже определяем потом, когда вот уже начинаем общаться с нашими пациентами и пытаемся понять, когда же была острая фаза, и начинаем выспрашивать. А что было там вот 3 месяца назад? А 6 месяцев? А какая у вас была там клиника? А чем вы болели? А что вас тогда беспокоило? И бывает, что мы уже примерно так определяем, когда прошла острая фаза. Но некоторые даже не могут эту острую фазу и вспомнить, потому что в 30% случаев острая фаза проходит без всяких симптомов. А потом наступает так называемая третья стадия, субклиническая, когда клинически никаких симптомов нет. Человек совершенно здоров. И эта фаза очень продолжительная. Она может протекать годами, вот эта вот субклиническая стадия. И вот как раз в субклиническую стадию люди и выявляются совершенно случайно. При каких-то медосмотрах, при каких-то там других ситуациях выявляется пациентов с ВИЧ-инфекцией. Что ещё характерно для субклинической стадии? Клиники нет никакой, но вирус тоже в организме есть. Он уже присутствует, он уже там своё дело делает. Он уже действует на иммунную систему, он уже гибнут эти клетки, которые защищают организм от всяких там непрошенных агентов, инфекционных в том числе. И в конце концов, вот этих клеток, защищающих организм, становится очень мало. Их становится мало, и тогда человек становится подвержен каким-то заболеваниям. Вот появляются всякие, вот частые ОРЗ, у кого там атиты, у кого там фаренгиты частые, начинают там чуть не каждый месяц беспокоить. Какая-то сыпь появляется на теле, которой раньше не было. Или вот если какие-то были хронические заболевания, они начинают себя проявлять всё чаще и чаще. Вот человек обращает внимание, что да это всё было хорошо, вот в последний год чего-то, прямо вот болею, чуть там не каждый месяц. Вот да, вот такие ситуации. И это уже начинается следующая стадия, то есть стадии клинических проявлений. Вот, ну если в эту стадию мы пациента, если выявляем, если мы назначаем лечение ему, то есть я же говорила, да, как действуют наши препараты. То есть препараты наши действуют на вирус, помогают с этим вирусом справиться. К сожалению, эти препараты не дают возможности освободиться организму от вируса. То есть вирус, он подавлен, но он есть. Он где-то там вот сидит, в таком подавленном состоянии. Из этих препаратов, которые на него действуют, на себя проявить никак не может, но он из организма, к сожалению, не выходит. Вот он там остаётся. Вот. И благодаря этим препаратам иммунитет у человека повышается, самочувствие улучшается. И вот, и всё уже протекает, как у здорового человека. Да, вы сказали, что инкубационный период в среднем длится 3 месяца, но бывает ведь ещё и десятилетиями, да? Десятилетиями инкубационный период длиться не может. То есть десятилетиями... Это субклиническая стадия. А субклиническая, да? Да, инкубационный период у него, это достаточно ограниченный период. Вот, 3 месяца, 6 месяцев, там, 9 месяцев до года. В среднем, ну, где-то вот, я говорю, вот самый... То есть, если я сдам анализы, да, то он покажет, допустим, да, вот что есть там вот эта ВИЧ-инфекция? Если прошли годы с момента инфицирования, то, конечно, покажет. Обязательно покажет. Ну, а до 10 лет не может показать? Нет, вот инкубационный период до 10 лет при ВИЧ-инфекции быть не может. То есть, утверждение о том, что через 10-15 лет может проявиться, а при этом анализы будут показывать, что ничего нет? Вот через 10-15 лет может проявиться, вот я как раз вам и говорила, вот 10-15 лет – это вот стадия субклиническая. Уже вирус есть, уже антитела есть, то есть, если мы его обследуем, мы его выявим. А клиники? Клиники нет, может быть, клиники. Всё понятно. Ну, расскажите ещё, пожалуйста, что такое СПИД, ассоциированные заболевания? Ну, вот как раз я когда говорила про эту проявительную инфекцию, я говорила, что вирус действует на клетки защиты, на иммунную систему. А из-за того, что иммунная система становится слабой, начинают проявляться всякие заболевания, которые у здоровых людей, как правило, не проявляются. Появляются такие вот заболевания, как пневмоцистная пневмония. Мы не говорим, когда мы говорим про пневмоцистную пневмонию, вот есть такое заболевание, оно связано вот именно с тем, что понижается иммунитет, и вот развивается этот вот грибок вот такой в лёгких, который затрудняет газообмен. И у человека появляется одышка. Сначала это просто одышка, если не лечить, кто-то потом придёт в дыхательную недостаточность. То есть вот это заболевание, оно не может возникнуть у человека с нормальной иммунной системой, только при подавлении вот иммунной системы. У нас есть ещё ряд и других заболеваний, когда вот мы видим, то есть мы видим заболевание и предполагаем, что это заболевание возникло на фоне низкой иммунной системы, плохой иммунной системы. Мы с вами говорили о том, как можно заразиться, и вот как не заразиться, давайте поговорим, да, что некоторые боятся контакта с такими людьми, да? У нас существуют три механизма передачи данной инфекции. Это, значит, основной путь половой, который наиболее часто сейчас реализуется, этот путь передачи. Значит, парантеральный, то есть это идёт проникновение вируса через повреждённую кожу и свисты, да? И ещё есть путь передачи вертикальный, когда идёт инфицирование ребёнка, да, и там плода или во время беременности, или во время родов от мамы. Ну вот когда, если не соблюдаются вот те вот наши рекомендации, которые у нас существуют и разработаны, и, в общем-то, даёт хороший результат. То есть если человека обнять, там, руку пожать, то это абсолютно безопасно. Абсолютно, абсолютно. Вот эти механизмы, они никаким образом не реализуются. Ни через укусы комаров, ни даже клопов. Передать ВИЧ нельзя. А вот при определении диагноза, да, у человека, как-то повлияет это на его работу? Вы какие-то информации даёте, работы даете? Мы никому ничего не сообщаем. Никому. Наверное, потому что для многих... Мы даже членам семьи рекомендуем пациенту, если там есть необходимость, рассказать самому. Мы даже не оповещаем членов семьи. То есть, ну, как-то вот так, да. Мы всё-таки стараемся вот эту тайну сохранять и разговариваем с пациентом, и рекомендуем ему самому там сказать членам семьи. Ну вот если муж, жена, конечно, надо обследовать. Понятно, что если один из половых партнёров инфицирован, значит, обязательно надо обследовать и второго полового партнёра. Но бывают такие случаи, что... Не всегда ведь заражаются даже половым путём, да? Не всегда. Это зависит от чего? От силы иммунной системы? Ну, это зависит от того, сколько вируса в организме тоже. От процентов вирусов, да? Да, это как называемая вирусная нагрузка. Представляете, вот если вот вируса много, да, вот в крови, так, конечно, там даже небольшое количество крови, там невидимая кровь может быть причиной инфицирования. А если вот как вот наши пациенты, которые получают вот эти препараты специфические, да, которые отдавят размножение вируса, если мы даже нашими методами обследования этот вирус не можем определить в крови, да, то, конечно, этот человек уже не является таким источником инфекции. Как предохраняться? И всегда ли вот средства защиты справляются? Потому что я читала, что презерватив иногда не спасает. Спасает. Презерватив спасает, конечно. А то, что там микро какие-то частицы меньше, чем частицы латекса, это неправда. Ну, по крайней мере, это как-то не знаю. Это ещё не популярно, да, то есть таких случаев нет. А есть ли случаи вот среди наших пациентов, когда они заразились, может быть, не половым путём, и вот в больших, да, так, в городах есть случай, когда это через салон красоты, да, когда выщипывают брови, там, депиляцию проводят? Ну, по крайней мере, я про такие случаи не знаю. Чтобы там через какие-то вот такие, там, салоны красоты, я не слышала. Вот достаточно часто, да, заражается вот в салонах красоты, ну, если это непрофессионально, там не соблюдается требование, гепатитом. Вот что вы скажете об этом? С гепатитами, вот с гепатитами, это, конечно, большая проблема, потому что, действительно, у нас людей с хроническими гепатитами В и С значительно больше, чем с больных с ВИЧ-инфекцией, да. Это у нас в округе даже, да, больше? Даже и в округе, конечно, да, и по всей стране больше. И вот с таким вот, вот, конечно, этими инфекциями заразиться более реально, ну, потому что больных больше, да. Вот, гепатит, это тоже проблема. К счастью, вот сейчас у нас наметилась вот такая вот хорошая вот практика лечения хронического гепатита С. Это буквально вот последние годы, и вот мы второй год уже лечим пациентов у нас в городе от хронического вирусного гепатита С новыми эффективными таблетированными препаратами. Курс лечения непродолжительный, 2-3 месяца, и результаты очень хорошие, то есть выздоровление от вирусного гепатита. Да, раньше только об этом могли мечтать, да, и достаточно сложное было лечение. Да, было тяжёлое лечение, было, в принципе, то лечение, оно ещё остаётся, но, может быть, со временем, конечно, то лечение у нас уже и не будет применяться, потому что, ну, ещё не на всех. Это вот препарат есть, препараты у нас в округ поступают, но их ещё мало, мало, к сожалению, мало. Мы, конечно, будем стремиться. И вот вообще вот я такая, ну вот я живу такой надеждой, что мы можем сделать наш округ свободный от гепатитов, да, территория свободная от гепатитов, потому что у нас пациентов, у нас ведь ограниченное количество пациентов. И вот если хорошо с этой проблемой поработать, то этим можно добиться того, что мы вылечим всех наших пациентов от гепатита. А почему вот не помечтать? Тем более, что мечта-то достаточно реальная. Надо, чтобы только в этом были заинтересованы. И не только мы, не только врачи, но и всё-таки люди, которые вот могут нам помочь в плане закупки данных препаратов. А гепатит, вот как он влияет на организм в целом? Тоже ведь разрушающий такой, достаточно быстрый, да? Гепатит, ну, может быть, недостаточно быстро. Тут на организм в целом он будет влиять уже, когда разовьётся осложнение гепатита. Потому что когда хронический гепатит, пока он ещё компенсированный, то, как правило, живёт человек с гепатитом и живёт. Вот ведь мы боимся чего? Мы боимся того, чтобы гепатит не перешёл в цирроз печени, да? И в рак печени. Вот это проблема гепатитов. Угу. У них не по это осложнение гепатита. Да, это я знаю. Да, многие думают, что вот человек, который заражён гепатитом, он вот много пьёт или он наркоман. Но это на самом деле, наверное, не так. Ну, вы знаете, гепатиты, это ведь разные бывают. Бывают и алкогольные гепатиты, да? Которые действительно развиваются на фоне там злоупотребления. Есть такой у нас диагноз. Алкогольная болезнь печени, там, алкогольные гепатиты, алкогольный цирроз печени. Действительно, если человек себя не жалеет, то он может стать вот таким хроническим больным. Вот. А так, конечно, вирусный гепатит – это проблема. Проблема. И сейчас об этой проблеме говорят очень широко. И об этой проблеме посвящают и конференции, да? И, в общем-то, научной работой ведутся. Ну, потому что эту проблему надо решать. У нас гепатитами болеет и молодёжь. А дети есть среди этого? Дети есть. К сожалению, дети есть. Вот с детьми у нас больше проблем, что препараты, которые сейчас вот разработаны, они всё-таки для взрослых. Они для детей, они не применяются. Вот. Или появятся формы детские, да? Ну, вот как-то, к счастью, у детей всё-таки развитие гепатита идёт не так быстро, как у взрослых. А как его выявить? Вот, наверное, насколько помню, если ВИЧ там и СПИД сдавали, вот когда я была беременная, да, также по какому-то обследованию, то вот на гепатит же мы не так часто сдаём. Ну, ну, на гепатиты часто сдают так же часто, как и на ВИЧ, потому что все вот эти вот обследования, они как-то, ну, вот предусматривают обследование и на ВИЧ, и на вирусный гепатит В, и на вирусный гепатит С. Вот. А так выявляется при обращении к врачу, да, там, при обследовании выявляется повышение печёночных проб. При повышении печёночных проб уже обследуются, пытаются понять причину повышения этих печёночных проб, и вот находят маркёры гепатитов. Если человек хочет провериться, он может прийти, там, к вам, да, к врачу и сказать, что я хочу провериться, да, и это будет совершенно бесплатно. Да. Совершенно бесплатно у нас есть, да, у нас обращаются, да, и люди, которые заинтересованы в своём здоровье, у нас бывает, что вот какие-то пациенты вот даже с определённой регулярностью обращаются к нам на обследование. Ну, как правило, у таких-то людей всё хорошо. Да, да. Кто боится, у кого есть хобби, у них всё хорошо, как ни странно, да. Елена Анатольевна, давайте с вами ещё помечтаем, вот стоит ли ждать нам появления в ближайшее время препарата, который победит ВИЧ-инфекцию? Есть ли какие-то предпосылки или к этому? Ну, мы ждём, я не знаю, может быть, ну, конечно, ведь есть институты, которые работают над этой проблемой, конечно, стремятся, появляются новые направления, там, вот. Мы же тоже не могли подумать, там, 5 лет назад что-то от гепатита, да? Что вот у нас появятся такие эффективные таблетки, да, вот что, 5 лет назад, чтобы у нас, мне бы сказали, что у вас будут таблетки, что в течение двух месяцев вылечат от хронического гепатита. Тогда вот для меня это было бы, может быть, так, ну, неожиданно. А сейчас вот есть такая возможность, и, в общем-то, возможности очень хорошие. Елена Анатольевна, давайте дадим кратко рекомендации, да, как уберечь себя от ВИЧ-инфекции, какие нужно соблюдать правила нашим телезрителям. Да. Ну, сначала, конечно, я хочу обратиться к молодым людям, потому что у молодых людей ещё вся жизнь впереди. И надо знать, что за молодостью будет ещё и зрелый возраст, а потом даже потом будет и пожилой возраст. И, друзья мои, надо обязательно себя беречь вот именно с молодых лет. То, что случайно половые связи, незащищённый секс, вот это употребление вот этих психоактивных веществ, совсем ненужное, да, даже вот так для интереса. Ведь единственная инъекция может быть причиной ВИЧ-инфекции, которая вот создаст проблемы на всю оставшуюся жизнь. Вот. То есть это надо помнить. Надо помнить, что жизнь-то не прекращается после того, как проходит 20 лет и 25. И не надо там стараться всё узнать и всё попробовать в молодом возрасте, потому что эти пробы-то, они могут очень плохо закончиться. Плачевно, да, одна мимолетная какая-то страсть, и перечеркнусь. Да, и просто хочется, чтобы наша молодёжь задумалась о том, что жизнь у нас продолжается, и что жизнь, она прекрасна, и что в этой жизни предстоит и встретить своего любимого человека, единственного, да, и что будут рождаться здоровые, красивые дети, которые будут приносить счастье и родителям, и, в общем-то, будет хорошо для нас, для всех, когда у нас будут здоровые дети. Елена Анатольевна, спасибо. Думаю, молодёжь наша нас сегодня с вами услышит. Ой, очень бы этого хотелось. Да, бы это надеяться. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили о том, как уберечь себя от ВИЧ-инфекции. Будьте здоровы, до новых встреч!